Приветствую вас. В вашем тексте чувствуется достаточно высокий уровень потерянности, достаточно высокий уровень растерянности, что говорит о том, что на себя вы полагаться не привыкли в решении каких-либо проблем, вопросов и так далее. То есть, смотрите, какая получается история. Вы говорите, что муж стал чужим, вы говорите. При этом вы пишите, что вы боитесь его потерять. Вот, я предлагаю вам смотреть не с той точки зрения, что у него появилась любовница. Да? Потому что, ну у него действительно могла появиться любовница, особенно если у вас есть какие-то проблемы. Вот. Я предлагаю вам смотреть на эту ситуацию именно с точки зрения того, что вы боитесь человека потерять. То есть, получается как бы, что вы нуждаетесь в нем. Вы нуждаетесь в человека. Вы нуждаетесь в своем муже. Значит, значит вы, вполне возможно, от него зависимы, значит вы, вполне возможно, не проявляете себя. А, значит, свобо... А, ну... Свободно. Понимаете? Какая история. То есть, вы себя, да? Свободным? Свободно он с ним не чувствуете. Дайте. По ряду причин. Вот. И это нужно понять. Понять, по-какой причине вы боитесь человека потерять. То есть, что он для вас, к примеру, значит, что вы боитесь его потерять. Возможно? Возможно. Лично я думаю, что, скорее всего, и только, из-за того, что вы боитесь его потерять, он и стал чужим, потому что он не может не чувствовать, что вы в нём нуждаетесь чересчур сильно, а это порождает завышенные ожидания от человека. А завышенные ожидания это всегда груз ответственности, который готов далеко не с каждой. Поэтому здесь я предлагаю вам посмотреть внимательно именно с этой стороны на то, что происходит. То есть, смотрите, вы боитесь потерять своего мужчину, вы боитесь его потерять, и он стал чужим. Соответственно, если вы перестанете бояться его потерять чужим, он, скорее всего, тоже будет перестанут. То есть, тут всё достаточно просто. Вот. Другое дело, что, да, конечно, с этим нужно работать, и другое дело, что, да, есть причина определённая, по которым вы стали бояться его потерять. Но я думаю, что при правильном подходе, например, к вам, при правильном подходе в работе с вами, можно будет из этого состояния крайне негативного выйти. Если у вас, конечно, будет такое желание, если у вас будет такой запрос, если вы захотите. Далее следует заметить, что вы перебрасываете как бы на своего мужа и на любовницу, возможно, которая не факт, не факт, что есть ответственность за то, что происходит. По факту славно. Вот. И, конечно же, здесь очень важно, чтобы вы сами приняли на себя ответственность за то, что сейчас происходит. Славно. То, что, чтобы вы не обвиняли, например, любовницу, мужа и так далее. Это вы боитесь своего мужа потерять. Это вы, да, но в данном случае, не находитесь с ним в равноправных отношениях. И, соответственно, именно вам, именно вам и нужно начинать с того, чтобы становиться в отношениях более независимой, а значит, и более привлекательной для своего мужчины. Что в конечном итоге приведет к тому, что вы, собственно говоря, станете ближе друг к другу. Вот. То есть тут, на мой взгляд, цепочка совершенно ясна и понятна. Вот. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, что вот та цепочка, которую я привожу, да, она вам поняла. Вот. Дальше нужно будет только исследовать, что конкретно между вами происходит. То есть у вас здесь и ревность, и страх остаться одной, что лежит в основе ревности, как правило. И отсутствие такого ощущения, что вы в безопасности. Вот. И, наверное, излишняя концентрация на семье, на детях. Вот. Ну, опять же, здесь я могу ошибаться, безусловно. Ну, в каких-то моментах я могу ошибаться, да, но в основном я думаю, что в том, что вы ревнуете, да, нет никаких сомнений. В том, что вы боитесь его потерять, как источник реализации своих желаний. В этом, в общем-то, что же, на мой взгляд, сомнений никаких нет и быть не может. Вот. Поэтому здесь я предлагаю вам пройти как можно более ответственно к этой истории и ситуации. Вот. И тогда можно будет уже вам помочь, тогда уже можно будет что-то сделать для вас. Вот. Вот примерно, примерно так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, Светлана. То есть, больше внимания вам сейчас нужно обратить на себя, а не на вашего мужа. Вот. И, соответственно, стремиться обрести себя. Какой вы были, ну, тогда, когда начали встречаться, например, да. То есть, вот вспомните, вспомните, что привлекло вашего мужа, как бы, к вам. Или вас. Вот. Что привлекло его. Понимаете? Вот. Ну, я полагаю, что совершенно очевидно, что сейчас, вот сейчас, да, на данный момент, вы абсолютно не пока сейчас. Вот. Вот. Понимаете? Вот. На мой взгляд, ну, сейчас вы совершенно другой человек. Вот. Понимаете? Мне кажется, что здесь, здесь нет всякого сомнения. А, вот, нужно, в первую очередь, ориентироваться на обретение себя. Вот. Снова. Что-то вы, вот, забыли. Что-то вы забыли. Вот, на мой взгляд, так можно вам ответить. Итак, еще раз. На какие ключевые вопросы нужно получить ответ? для того, чтобы иметь возможность реально вам помочь. Первое. С какого момента у вас начались трудности с мудем? То есть, когда вы стали чувствовать, что он чужой. Как проявляется тот факт, что он чужой? То есть, как это конкретно проявляется? Чего не хватает вам? Ну, мне кажется, что, совершенно очевидно, что именно вам, да, чего-то, чего-то не хватает. Ну, от него, теперь. На данный момент. Вот. Дальше. А, у нас, от. Про любовницу. Вы знаете, что у него есть любовница? Или вы только догадываетесь? Как вы считаете, может ли любовница разрушить здоровые, искренние отношения в вашей семье? И по какой причине вы боитесь мужа потерять? То есть, вот, что стоит за этим, за вашим страхом его потерять? Что стоит? На этом все. Подумайте над этими вопросами, выберите себе психолога и начинайте работать по данному направлению. Если у вас остались вопросы ко мне по моему ответу, буду рад помочь, обращайтесь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.